С 1 июля 2020 года в российской фарминдустрии заработала обязательная маркировка. Не прошло и года, как производители завыли. Система привела к регулярным сбоям в работе всего рынка. Кстати, массовый дефицит лекарств в самые острые периоды 2020 года, в том числе и нарушение их поставок в Казахстан, тоже последствия обязательной маркировки. Производители так и говорят. Из-за нестабильной работы системы нарушились логистические цепочки. Немаркированные из-за сбоев медикаменты могли неделями пылиться на складах фармкомпаний. Ничего не изменилось и сейчас. Между тем, по соглашению о маркировке, к которому присоединился и Казахстан, в России до 2024 года запланирована тотальная и ускоренная маркировка на все виды товаров. А позиция казахстанских чиновников синхронизируется с подходами их российских коллег. Поэтому производители за последние два года обратились в правительство несколько раз. Их беспокоит не только рост издержек за счет покупки оборудования для маркировки, но и вообще целесообразность этого нововведения. Лоббируя обязательную маркировку, чиновники убеждают, что она сделает рынок прозрачным и снизит объемы контрафакта. А производители уверены, что у государства и без дополнительных средств идентификации достаточно рычагов, чтобы отслеживать происхождение и качество товаров. В своем последнем обращении к Касым Жамарту Такаеву и Аскару Мамину они привели железные аргументы против тотальной маркировки. Решение о введении в пилотную стадию применяется в одностороннем порядке без анализа целесообразности методики отбора товарных групп, подлежащих маркировке, без анализа регуляторного воздействия, без учета позиций производителей, пишут производители. Тогда как масштабы влияния маркировки на казахстанских производителей в сравнении с российскими будут значительными, особенно для пищевой индустрии, которая работает в жестких условиях дефицита сырья и высоких транспортных расходов, конкурируя не только со странами ЕС, но и с соседними – Узбекистаном и Туркменистаном. Нет сомнения, что маркировка по сути – дополнительный налог с потребителей, переданный в предпринимательскую среду через механизм государственно-частного партнерства. Как известно, ее введение потребует существенных затрат со стороны производителей, дистрибьюторов и торговых компаний. При этом речь идет не только о капитальных затратах на дополнительные оборудования и IT-системы. Речь и о постоянных операционных затратах, необходимых для исполнения всех возникающих дополнительных требований. У производителей Казахстана к первым руководителям страны несколько просьб. Предлагают отказаться от российского формата – тотальной, обязательной и ускоренной. Маркировки на все виды товаров – это будет реальной помощью для всех производителей. Также придерживаться принципа добровольности, за исключением продукции, вызывающей обеспокоенность во всех странах. А это медикаменты и подакцизные товары. В Казахстане они уже введены в обязательную систему маркировки. Без решения всех спорных вопросов и затеи с обязательной маркировкой всех товаров выйдет очередная кормушка для заинтересованных кругов и новые цены на продовольствие, за которые казахстанцы и без марок платят больше половины своих доходов. Также цена на нефть выросла, превысив 60 долларов за баррель. Но это не оказало позитивного влияния на российский рубль, который слабел на протяжении трех недель. Аналитика Ксанте Андрей Чеботарев считает, что курс национальной валюты просел до 429 тенге за доллар именно под влиянием рубля. Во влиянии рубля нет прямой зависимости, но это один из факторов, формирующих курс тенге, ведь Россия – наш основной торговый партнер. То есть, если рубль слабеет, тенге тоже может слабеть вслед за ним, но не обязательно на те же самые позиции. По мнению Чеботарева, сегодня причиной высоких цен на нефть – восстановление мировой экономики. Оно сопровождается постепенным возобновлением перелетов. Во многих странах началась вакцинация. ОПЕК отменил часть своих дополнительных сокращений по добыче, что тоже улучшило ситуацию на нефтяном рынке. Как долго это продлится? Есть несколько прогнозов разных инвестиционных банков на 2021 год. Средний прогноз – от 60 до 70 долларов за баррель. Но есть мнение, что дойдет и до 100. Основания для этого есть. Акции нефтедобывающих компаний недооценены. У компании нет денег на разведку новых месторождений. В начале 2020 года случился кризис, сопровождающийся падением цен на нефть – до 25 долларов за баррель. Тогда многие компании свернули новый инвестиционный проект. Когда с открытием границ спрос восстановится, нарастить добычу будет сложнее, особенно если ты целый год не вкладывался в разведку новых месторождений, отмечает аналитик. Несмотря на глобальный рост стоимости нефти, в моменте ее цена снижается. Это негативно сказывается на курсе тенге. Давление происходит наряду с влиянием рубля, а также индекса доллара, то есть всех трех факторов в совокупности.